Фэмилий Три Чаннел Откровенные разговоры с экспертами Доброе утро всем, кто сегодня с нами. Это Анастасия Изюмская, моя утренняя праздничная гирлянда. Фэмилий Три Чаннел. Сегодня мы будем говорить о важной теме. У нас просто потрясающая провестка, мне кажется, очень важная. Этапы психосексуального развития человека. Как говорить с ребенком о сексе и не испытывать лишних переживаний внутреннего трепета? Как поговорить с ребенком так, чтобы не вызвать у него ни отторжения темы, ни желания над ней посмеяться? На эту щепетильную, нежную, тонкую и очень важную тему с нами будет разговаривать Андрей Матвеев. Он уже знаком нашим постоянным зрителям и слушателям по беседе о том, как говорить с детьми о сложном. Некоторым образом этот эфир является продолжением. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Я напоминаю всем, кто к нам только что присоединился, что можно подписаться на рассылку и получать все эти видеозаписи и подкасты, к себе в почту, в любой момент их переслушивать, когда вам нужно что-то освежить в памяти и узнавать о свежих новостях тоже из нашей рассылки, для того, чтобы не пропустить важные для вас встречи. Это все абсолютно бесплатно. Ничего вам за это не будет. Андрей, передаю тебе слово. После маленькой рекламной паузы. Сейчас будет рекламная пауза, что ли? Да, уже она закончилась. Давай. Тогда, да, я начну. Ты знаешь, я хотел бы поблагодарить тебя за прошлый раз. Очень удобно и приятно было с тобой говорить в формате вопросов-ответов. Поэтому я вначале, как и в прошлый раз, очерчу определенную круг и проблематику, с которой родители, подростки и общество сталкиваются. И дальше по тому, что тебе покажется, я так понимаю, по ответам наших участников, ты уже сможешь задать вопросы. Тема, о которой мы говорим, разговоры о сексе, психосексуальное развитие детей, подростков, она действительно настолько не просто всеобъемлющая, а является пересечением достаточно большого количества проблемных вопросов. И если мы даже примерно перечислим, мы поймем, что это и этические вопросы, в которых тема секса очень ярко присутствует. Табуированность темы детской сексуальности, вопрос уважения своих чувств, уважения чувств других, психологические аспекты – это что является нормой, что не является нормой, вообще заряженность для человека сексуальной сферы, педагогическая тема, как развивать вот эту сторону в детях, когда начинать говорить, когда не начинать говорить, так называемый большой разговор, к сожалению, к которому обычно все сводится у родителей, и, как правило, ответом на которого является «я уже все знаю». Вот, физиологический, ну и, можно сказать, космогонический аспект, то есть это то, что, в принципе, волнует с самого начала детей, а откуда я появился, и в самом начале этот вопрос вообще никак не связан ни с телесностью, ни с сексуальностью, ни с чем прочим. Но тот круг, который ты очертил, это нам встреч на пять, как минимум. Ну, я думаю, что да, там, знаешь, встреч на пять, если не больше. Я, ты сам, ты знаешь, когда по твоему предложению начал готовиться, я понял, что действительно можно взять только эту одну тему, наверное, да, и на ней уже достаточно долго строить разговор, потому что в ней так много пересекается. И в то же время, да, парадоксально, что очень часто и в консультациях, и в разговоре с родителями эта тема, она обходится в разговорах с психологами. Вот, мне кажется, что некоторые родители воспринимают или пытаются прожить эту тему, как бы сделать так, чтобы нас пронесло. Вот, потому что действительно, если ты позволишь, я, знаешь, все укрупняю, еще, если взять одно разделение, по которому можно было бы к этой теме подходить, это тема, например, во-первых, тема непосредственно отношений, тема любви, тема сексов, да, если мы говорим физиологической любви. Это вообще отдельная грандиозная тема. Да, и ты знаешь, и тогда, если я уже совсем, так, знаешь, обострю тему, я скажу, что, ну, для родителей она является еще настолько сложной, потому что, если посмотреть по близости обсуждаемой темы, по близости обсуждаемой темы, то у нас тоже может быть несколько вариантов разговора. Это обсуждать их, то есть, прежде чем ответить на вопрос, как обсуждать, мы должны сначала решить, обсуждать тему вообще тех же отношений, любви, там, секса, или обсуждать свой опыт родительский, который был, потому что он и для родителей имеет определенное значение, и, естественно, ребенок к нему имеет значение. Дальше мы идем глубже обсуждать свой опыт с родителем ребенка, к которому, ребенок, с которым ты говоришь, имеет непосредственное отношение, и как вообще говорить об опыте, который был не связан с непосредственным родителем ребенка, с которым ты говоришь. Вот, и вот я считаю, что вот эта самая последняя тема, она является для родителей самой болезненной, но в то же время она и является самой соединяющей ребенка и родителя. Поэтому, если можно, я так, знаешь, думал, выделить самую сложную тему разговора, то это получается разговаривать с ребенком о своих сексуальных отношениях с его отцом или матерью, и вот это является сложным. Вот, и последнее, знаешь, что еще брошу тебе, что разговор с ребенком о сексе, мне кажется, начинается с разговора со своими родителями о сексе. Вот, потому что пока сам родитель не преодолеет, там, стыд, не преодолеет детский, можно даже сказать, подход к этой теме, то ему сложно будет оговориться со своим ребенком, а это можно делать с разговором со своими родителями, потому что получается достаточно. Знаешь, у меня с мамой был довольно откровенный про этот разговор лет в 30, а с отцом не было до сих пор. Но мне кажется, что его это сильно смутит очень, эта беседа. Ну, вот видишь, тут и лежит такая проблема, что родитель, и все в консультации говорят, что родитель является самым близким, самым сильно влияющим человеком на ребенка, и на подростка в том числе, и, естественно, если я хочу повлиять, а вопрос сексуального развития, он еще связан не столько с какими-то практическими навыками, а с ценностными вопросами, с вопросами уважения к себе, уважения к партнеру, то воздействие это наиболее сильное через себя родитель может осуществлять. А, соответственно, чем дальше ты от себя говоришь на эти темы, тем менее они значимы и интересны для подростка, потому что это проявляется в каком-то роли даже обман, то есть у тебя это есть в жизни, как, знаете, секс, он как бы есть у родителей, но его как бы нет. Ну, это крестоматийный сюжет, да, про то, что мама, откуда я появился, иди поговори об этом с папой. И важно ли тут отправлять с таким разговором к однополому родителю или нет такой связки какого-то? Смотри, ты знаешь, вот я говорю... Сейчас, подожди, и есть ли тут разница в возрасте ребенка? Потому что, например, со своим сыном, сейчас ему шесть, ну вот все подходы к снаряду, которые у нас были, они были ко мне, и я не испытывала никаких сложностей с этим. У нас есть прекрасные книжки, которых, слава богу, сейчас довольно много, которые его просветили на этот счет, и мы с ним обсуждали это по мере его запросов. Но я представляю, что когда он подрастет, может быть, в подростковый период ее действительно лучше отправить к отцу, с этим он сам будет меньше, опять же, смущаться, обсуждать какие-то интимные вещи со мной, нежели с отцом. Но смотри, вот я, ты знаешь, я думаю, что я вернусь к одному из разделений, и мне кажется, оно должно быть постоянно в голове у родителей. Еще раз напомню, что прежде, да, чем мы будем говорить о возрасте, каждый разговор и каждый вопрос, связанный с психосексуальным развитием ребенка, он относится к одной из тех сфер, о которых мы говорили. Это опять этическая, как я говорю, космогоническая, откуда я, откуда все появилось, психологическая, проблема. И вот, например, если мы говорим о том, что у тебя происходит с ребенком, это, как правило, разговоры детей до шести, до семи лет, они носят космогонический характер, то есть им интересно, откуда я появился. И абсолютно, как знаешь, сказать, неуместным в разговоре, откуда я появился, начать говорить про взаимоотношения или какие-то сложности взаимоотношений, или уж тем более показывать, каким образом эта физиология произошла, потому что ребенок в самом начале пытается постигнуть одну из самых главных загадок нашей жизни. Нет, тут хорошо вспоминается новый, есть у фильма «Чужие», у него есть несколько приквелов, и там есть такой, он новый, называется «Прометей завет». И если ты помнишь, это начало этого фильма… Вступаем сейчас на скользкую стезю с тобой разговоров на это кино. Да, ну просто да, я хотел еще раз сказать, что там начинается вопрос, если я появился, то появился я откуда там даже заниматься. И вот для ребенка этот вопрос важен, его необходимо решать в семье сообразно с теми ценностями, которые есть. И у меня даже, ты знаешь, созрел такой универсальный рецепт, по которому можно разбирать все вопросы, связанные с сексуальным развитием, и мы как раз можем его попробовать, вот на каких-то вопросах, которые есть или у наших участников, или у твоих. То есть первое, необходимо понять, к какой сфере проблематики это относится. Я еще раз повторю, мы должны понять, это вопрос этический, это вопрос психологический, это педагогический, физиологический или космогонический вопрос. Мы должны понять, про что на самом деле сейчас интересуется ребенок. Дальше второй шаг, что мы должны сделать. Мы должны понять, какие категории мы вообще хотим разделять в этом разговоре с ребенком. То есть вот этот второй вопрос, я хочу вторую тему достаточно более широко раскрыть. То есть когда мы знакомимся с вопросами, связанными с сексуальным развитием ребенка, мы понимаем, что там такое огромное количество категорий, вот если мы даже просто будем записывать, то их очень много. И они все так и касаются, опять же, вопросов сложных, ценностных и прочих, ответы у них неоднозначны. Не каждая семья, не каждый человек, может быть, еще взрослый для себя решил вопрос. Ну, например, гендерный вопрос, моногамных отношений или немоногамных отношений, разговор секса, мастурбации, не мастурбации, как он к этому относится, это вопрос однополой любви, и там тоже как вопрос, он к этому относится. И поэтому прежде чем начинать ребенку рассказывать, как есть, вот это, я думаю, самый лучший такой вариант, от которого отказываются, потому что как есть, да, по-моему, все ученые уже сказали, что такого не существует, да, как вы хотите это объяснить ребенку. Смотрите на вопрос, а что я хочу, чтобы мой ребенок знал? Ну, например, даже если мы возьмем с тобой самую, можно так сказать, незаряженную тему из всех, это тема связанную, ну, вот, там, рождение ребенка, тогда мы тут упираемся. Есть возможность и желание иметь детей, усыновление детей, да, как живут те дети, семьи с усыновленными детьми. То есть мы видим, что даже в этом вопросе, в котором мы не ступаем, как ты говоришь, на эту скользкую дорожку, то уже есть вопросы, которые не каждая семья готова откровенно обсуждать. Поэтому, чтобы подготовиться с разговором с ребенком определенного возраста, я бы советовал следующее сделать родителям. Сначала понять, какие проблемы они хотят обсудить, но самое главное, что они будут разделять, как я опять говорю, да, а что они считают, да, пока рано для их ребенка разделять. Потому что кто-то начинает говорить о сложных вопросах именно отличия любви и секса, отличия, например, мужского, там, женского поведения, о морально-этической стороне. Кто-то начинает достаточно рано, да, а кто-то откладывает это на потом, когда уже, как считает, ребенок будет к этому готов. И здесь насильными какими-то нашими советами мы можем только испортить, потому что если в семье родители считают, что о некоторых вопросах не принято говорить, то, ну, я думаю, единственное, чем мы можем им помочь, это чтобы они хотя бы поговорили о тех вопросах, которые они считают важными. Просто эта тема, она опять же, она не состоит из одного вопроса. Смотри, но верно ли я понимаю, что до возраста школьного, до школы, ребенка интересует только действительно, откуда он появился в первую очередь, и погружать его в особенности физиологии нет необходимости, у него запроса на это нет. Или это не обязательно так? И с твоей точки зрения как специалиста кажется корректным ответ. Понятно, что есть одни семьи христианские, другие семьи могут принадлежать другой конфессии или вовсе быть материалистами, у третьих еще какие-то свои представления о прекрасном, но тем не менее есть же твое мнение как специалиста, которое ты можешь сейчас озвучить, как это могло бы быть. Но смотри, чтобы ответить на твой вопрос, я хотел бы вкратце рассказать, какие опять вопросы уже непосредственно психосексуального развития есть. Я знаю, что в нашем разговоре это озвучил следующим образом, что безотносительно к тому, о чем захотят родители говорить с ребенком, о чем они не захотят, есть этапы развития у каждого человека. Да, вот давай мы какую-то канву проложим, по которой нам будет проще идти, чтобы да, да, ну смотри, да, я сейчас просто еще закончу, что просто даже этот вопрос не является, знаешь, таким простым и однозначным, потому что вроде бы ты тут выступаешь, или я сейчас буду выступать с позиции научной именно психологии и говорить о тех фактах, которые были и которые установлены именно в исследованиях, но даже если их не говорить, что они установлены в исследованиях, я буду, ну там, каждый родитель признается, да, что, ну вот, сексуального развития сугубо индивидуального, но его не существует, даже вот ты затронула тему, но я понимаю, есть люди разных конфессий, но мне сложно говорить о том, что можно серьезно рассматривать вопрос этапы психосексуального развития подростка-христианина. Наверняка есть такое. Я уверена, прям, что брошюры такие могут ну вот, вот я думаю, что я хотел бы кого-то успокоить, да, кого-то, может быть, озадачить. Вы знаете, пока мы в науке, слава Богу, да, мы не подразделяем развитие на такие этические вопросы, поэтому я считаю, что необходимо четко разделить. То есть у нас есть, и вот здесь давай мы с тобой уже перейдем, у нас есть определенные факты, которые касаются всех, в том числе там и мужчин, ну, как говорят, всех живущих на земле людей, да, если мы так еще разделим, мужчин и женщин, это первичная тема. И то, с чем ребенок с самого начала сталкивается в психологии, да, в сексологии называется вопрос сексуальной идентичности. Гендерная, да, мы ее точнее сказать, гендерная идентичность. То есть первичная, она формируется к полутора годам, и уже к двум годам ребенок знает, какого он пола, но единственное отличие, он пока не может объяснить, почему именно, собственно говоря, он этого пола, и как определить пол. к трем-четырем годам ребенок уже может определять... прости, я вспомнила свой разговор про это с бабушкой. Меня воспитывала бабушка, которая сама, знаешь, при царе Горохе родилась, и я помню, что где-то в районе трех, я у нее спрашиваю, бабушка, бабушка, а как мальчик от девочки отличается? По глазам. Ну, ты знаешь, вот это как раз я и говорю, что если мы будем задумываться о вопросах, например, или нет, знаешь, о психосексуальном развитии высокоэтичного ребенка, то вот тогда, может быть, действительно у нас и будут своеобразные специфические критерии, по которым можно отличать мальчиков и девочек. Но, если я вернусь, да, то вот к трем-четырем годам ребенок уже может определить пол окружающих, естественно, он это делает по внешним каким-то признакам с ошибками, но вот здесь есть очень интересный момент, что до трех-четырех лет есть такое понятие обратимость гендерной идентичности. То есть ребенок верит в то, что мальчик может превратиться в девочку, девочка может превратиться в мальчика. И к шести-семи годам уже происходит полное формирование и закрепление гендерной идентичности, когда ребенок не может представить, что он, знаете, как представить, что он может стать девочкой и он может стать мальчиком. Вот если мы берем понятие этой гендерной идентичности, то здесь уже есть много о чем рассказывать ребенку, потому что гендерная социализация, она начинается с момента рождения ребенка. Я могу тебе сказать, что как только ребенка выбирают с розовой ленточкой или с голубой ленточкой вынести из роддома, то мы это уже называем первичную гендерную социализацию. И поэтому разговоры, если мы расширяем, разговоры о сексе с ребенком ведутся практически уже с рождения. Говорить о том, что хорошо для мальчика, что хорошо для девочки, как девочки себя ведут, как прививание гендерных норм, которые осуществляют родители. Это уже первый разговор о сексе, поэтому если это некоторых расслабит, то вы сами того не желая уже говорите с ребенком о сексе, когда выделяете существование двух разных полов. Потому что взаимоотношения между полами, сексуальные взаимоотношения, это и есть взаимоотношения между полами. Это первая часть. Дальше необходимо выделять, вот как раз ты говорил, стоит, не стоит говорить. Следующие факты в психосексуальной жизни ребенка, есть понятие так называемых сексуальных автоматизмов, это то, что наблюдается даже у совсем маленьких детей, там эрекция у детей раннего возраста, который вообще абсолютно вне сознания ребенка и многие мамы пугаются, кстати. да, пугаются мамы больше, чем дети, потому что в их понимании, это самое страшное, наверное, чем бабушку можно испугать, потому что в их понимании какие-либо действия с половыми органами или непроизвольные действия, которые происходят, они могут сопровождаться только, бабушка, ну, действительно, если бабушка или мама связывает любые сексуальные отношения с любовью, то, понятное дело, эрекция, тем более акт подготовки к высшей форме любви, и тут она видит у младенца эрекция, и в системе, как говорится, происходит, нарушение или система пары. Короткое замыкание. Короткое замыкание. Поэтому важно помнить, что в процессе жизни у ребенка это происходит, потому что его организм начинает развиваться. Следующее... Скажи, а бывают ли какие-то действительно, не знаю, насколько к тебе вопрос, может быть, это к неврологу или к сексологу, но бывают ли ситуации, когда действительно маме или родителям нужно встревожиться и обратиться к специалисту, или все-таки все это, как правило, в рамках нормы развивается. Смотри, я как раз отвечу на твой вопрос, просто чтобы на него ответить, мне нужно еще дальше. И вот видишь, я, кстати, хочу тебе показать на нашем примере, что вот даже сейчас, говоря с родителями, я демонстрирую пример, как мы начинаем говорить. То есть я начинаю дополнительно уже вводить какие-то понятия, которые у некоторых, возможно, родителей в их понимании отсутствовали, но без них разговор, например, даже для меня психолога с родителями, он невозможен. То есть, вот смотри, мы ввели понятие гендерной идентичности, мы ввели понятие сексуальных автоматизмов. Следующая тема, она называется, не тема, категория, это сексу, ну можно так сказать, сексуальные интересы. Это интерес ребёнка к своим половым органам, интерес ребёнка к половым органам другого ребёнка, там, своего пола и противоположного пола. И... Все сразу вспоминают свой садик обычно. Да, это все вспоминают свой садик, и по исследованиям, ну там, я уже более подробно там потом могу дать, ну, конкретно, да, кто серьёзно заинтересуется этой темой, именно с точки зрения сексологии, вот, чтобы подчеркнуть факты, то исследования показывают, что подавляющее большинство, сейчас я не буду врать, но там действительно это за... Если, видишь, каждый вспоминает свой садик, то это больше половины родителей вспоминает, что вот эти... Вот такой опыт у них был, да, это называется сексуальный интерес. И вот здесь я хочу особо важно отметить, что всё, что мы с тобой говорили, да, и гендерная идентичность, сексуальный автоматизм, и сексуальные интересы, они появляются у детей до того, как появились понятия сексуальных потребностей. То есть студить их за это не стоит? Ну, ты знаешь, во-первых, абсолютно эти вопросы, они находятся для ребёнка вне рамок психологии и этики. Это можно сказать... что вы там с Машей под кустом делали, вот этого не надо. Ну, потому что, да, просто ай-яй-яй тут непонятно. Я так понимаю, что если бабушка говорит маме ай-яй-яй, что ты там с Машей под кустом делала, вот это, вот так можно вопрос, да, рассматривать. То есть, когда родитель взрослый, когда, ну, ещё раз, понимаешь, родителям очень сложно вообще понять, что, вот, когда ты живёшь уже с сексуальными потребностями, которые в твоей жизни были, или даже если мы переходим к бабушке, да, опять же, да, есть понятие затухания сексуальной жизни, что они не значимы, но у бабушки хотя бы точно был такой опыт. А ребёнок до подросткового возраста, до пубертата, он даже не может понять, да, что такое, например, сексуальное влечение. И когда мы пытаемся ему рассказывать, что, вот, люди любят друг друга, но у них появляется непреодолимое желание, то ребёнку, ему можно понять, что такое непреодолимое желание к банке с вареньем, да, и вот, действительно, для некоторых родителей в этом возрасте, если родители к ним будут обращаться, встанет вопрос, а как объяснить вообще, что такое потребности, почему мама, да, стремится к тому, чтобы заниматься сексом с папой, и почему папа стремится, хотя ребёнку, это может быть непонятно, или он может сказать то же самое, как и взрослые, а что, нельзя просто, спокойно, вот, сидеть, ходить, гулять, играть, и без всего вот этого. То есть, вот, родители должны понимать, что освещать эту проблематику серьёзно, необходимо только когда, да, у ребёнка будет уже появляться соответствующий опыт. Поэтому, если мы с тобой начнём выстраивать вот такую лестницу разговоров, то мы начнём давать следующий совет родителям. В первую очередь, разберитесь, как вы хотите решить вот эту космогоническую, космогоническую проблему для ребёнка. Как вы своей семье считаете необходимым это говорить, какую сами точку зрения разделяете, и тогда это будет первый шаг, когда вы начнёте рассказывать, люди ли порождают людей, или это происходит как-то по-другому. То есть, это первый вопрос. И что вы там будете говорить, насколько это там обязательно, потому что в каких-то семьях рассказывается о продолжении рода, о том, что это очень важная составляющая, она может, кстати, иметь историю ещё и семейную. В некоторых семьях это не настолько важно. Понятное дело, что в какой-то семье, в которой большое количество родственников, очень тесные межродовые связи, то там вот эта космогоническая тема, она может достаточно хорошо зайти, потому что есть много примеров, есть большое количество разновозрастных детей. То есть, это первая история. Дальше, что бы я выделил? Я выделил, что в возрасте уже до семи, но там и старше лет, необходимо понять, как мы будем рассказывать ребёнку про тему сексуального интереса. Чем мальчики отличаются от девочек, да, что такое половые органы, для чего они служат. Здесь я буду уже вводить и советую вводить тему этического, потому что, конечно, они это, там, можно это делать прилюдно или это нельзя делать прилюдно. То есть, здесь я бы хотел уйти от темы стыда, потому что она, как правило, для детей всегда является травмирующей. А перейти больше к понятию нормы, что вот есть обычаи, есть понятие правильно, неправильно, вот в нашей семье, да, или мама может говорить, вот в нашей семье мы так не говорим, я так, не знаю, вот я так делала, не делала, но не карать ребёнка, да, гневом, если он проявляет интерес к, допустим, своим половым органам, и помнить ещё о том, что иногда это бывает вопрос такого, ну, на самом деле социального развития, потому что это определённая провокация, и у меня есть примеры, когда, ну, там, в консультации родителей рассказывают, что ребёнок, видя, что эта тема сложная для родителей, он начинает таким образом их шантажировать, да, он знает, что если, там, девочка знает, что если она снимает трусы и начинает, там, показывать влагалище, да, что дома все просто напрягаются, и родители встают на уши, ну, конечно, если родители так фиксируются на этом, тут детский психолог скажет, почему бы это не делать, вот поэтому я предлагаю для того, чтобы такие темы не возникали, делить, структурировать разговор об отношениях, о любви, о сексе, о появлении ребенка и начинать его как можно раньше. Скажи, а запрос должен идти от ребенка или это все-таки должна быть родительская инициатива, там, дорогой, смотри, у нас уже взрослый мальчик или девочка, поговори с ним наконец о безопасности. Ну, смотри, я тут могу сказать, что ты приводишь пример очень плохой и классический, который разбирается и до боли знакомый, но вот это только как раз не надо, и это не называется инициативой, это на удивление называется запоздалая инициатива, так называемый большой разговор, и когда вот некоторые родители... Сейчас уже, наверное, не так. Ну, ты знаешь, это если повезло вообще, потому что со многими просто об этом никогда не разговаривали. Ну, вот я тебе говорю, что тут сложно сказать, да, однозначно, но я выражу, там, психологи по-разному говорят, но с моей точки зрения, знаешь, большой разговор, он особо, он не имеет особого эффекта для ребенка, скорее, это просто такое успокоение родителей, что вроде я эту тему поднял, или, ну, единственная польза, которая от него можно сказать, что таким образом секс хотя бы легимитизируется в семье, что если родители просто сказали, значит, они, ну, там, в нашей теме в СССР секса нет, вот, значит, он хотя бы есть, но, опять я говорю, абсолютно вредно и иногда даже опасно, почему мы еще говорим об этой теме настолько важной, потому что есть вопросы безопасности, которые как раз и составляют основную головную боль для родителей, так вот, откладывание разговора или всех элементов разговора до большого разговора, конечно, имеет обратный эффект, ну, во-первых, знания ребенка, как я уже сказал, получаются постепенно и начинайте говорить с ребенком о сексе, об отношениях, о любви, да, сообразно той проблематике, с которой он сталкивается, что если, вот мы берем ранний возраст, если его видно, его интересует отличие мужчин и женщин, его интересует собственное тело, то необходимо ему об этом рассказывать. И, я вот, и на примерах классических картин, я так на своей патчерице экспериментировала, еще до третяковка... И Каполону Бельведерскому. Ну, ты знаешь, я бы, если не слышать иронию в твоем предложении, да, то относиться серьезно, вот, когда родители ставят для себя такую задачу, то, в принципе, можно сказать, что мы очень часто так или иначе тему секса начинаем обсуждать. То есть, если ты, например, берешь третяковку, то разговор о красоте человеческого тела... Конечно, это же прекрасные обращики. Да, это действительно тема, которая там абсолютно адекватна. И говорить о красоте женского тела, о красоте мужского тела, о том, считает ли ребенок вот это красивым, считает ли он то красивым, да, считает ли он себя красивым, что ему нравится, не нравится, это хорошая тема, которая может быть, значит, именно, например, в музее, где показаны разные представления, особенно там можно проследить, допустим, какую-то эволюцию представления о красоте. Другие вопросы, да, как раз, например, какие-то физиологические, они могут быть гораздо удачнее решены с помощью, ну, там, описаний, да, с помощью того, когда мы просто обращаем внимание, вот смотри, мужчины от женщин отличаются таким образом, и здесь, конечно же, опять мы снова подходим к тому, что о своем опыте родитель говорить обязан, что если там папа начинает с ребенком говорить о том, что мальчики от девочки отличаются, что у мужчин есть пенис, у женщин влагалище, и, конечно же, папа говорит, что пенис у него тоже есть, а если папа как бы в такой позиции евнуха стоит, да, еще и неэтической, то, конечно, здесь разговор уже не будет получаться. Я имею в виду, в бане в этом смысле очень хорошие. Да, потому что, да, здесь ребенок, ну, тут даже баня, раздевалка, например, там, я вчера с ребенком, с воспитанником был, мы ходили на спорт, и он переодевался просто в раздевалке, и зашли два мужчины, они были вот, как, прям, специально подобрали, они были такие огромные, они были, два друга такие, спортсмена, и его уже просто поразило, и очень заинтересовало, что у одного огромный живот, у второго огромный живот, они покрыты волосами, и до, можно сказать, до снятия нижнего белья, до трусов не дошло, но ребенку уже этого хватило. И было видно, насколько ему это интересно, поговорить, и вот если я так вот, знаешь, долго отвечаю на твой вопрос, я бы резюмировал так, что разговор с ребенком должен быть как бы начат родителем, но по замеченному интересу ребенка. Это видно, что ребенок начинает хихикнул где-то, да, он или заинтересовался, или у него просто появился вопрос, вот, это будет самое, ну, такой, естественный и легкий разговор, просто в большинстве случаев родители просто игнорируют, они делают вид, что ребенок как бы не заметил. А мы можем перейти к вопросам? Или у тебя есть вопрос? Да, потому что вопросов... смотри, я, знаешь, еще просто последнее, чтобы полностью поделиться, хотел еще немного, знаешь, ввести вот это разделение, может быть, подросткового возраста, тут совсем немного, да, что в подростковом возрасте с чем сталкивается, да, основная проблематика, которая тревожит подростка, ну, во-первых, это пубертат, который связан с изменениями собственного тела, и принятие собственного тела становится для ребенка снова значимым. Вообще, подростковый возраст, мне кажется, если многим родителям, ну, знаешь, выделить основное отношение к подростковой проблеме у многих родителей, слава богу, что я это прошла, не дай бог снова через это пройти, потому что, действительно, вот это рождение, оно, ну, если мне кажется, рождение ребенка, оно больно для матери, физически, да, там, мы не знаем, сколько больно для ребенка, то психологическое рождение в подростковом возрасте, оно и для самого подростка очень болезненно, и для родителей. Что является специфичным? Специфичным выступает разобченность, вот, как бы, чувственной и стороны, которая связана больше этической, с отношениями. И вот здесь, действительно, например, мечта о любви, мечта о дружбе, это вот то, что я говорю, этическая сторона, и конкретные физиологические переживания и вопросы влечения, появления там, мастурбации, они у подростка разделены. И родителям необходимо это понимать, что у нас они уже после определенного этапа психосексуального развития, да, они соединяются. У подростка они вообще приходят, можно сказать, из двух разных историй. Он жил-жил с пониманием что есть любимый человек, да, он узнает о любви, он видит, он, у него появляются примеры дружбы, он начинает узнавать о семье, о рождении ребенка. И тут совсем как удар сбоку, да, он вдруг начинает чувствовать сексуальные переживания, которые необходимо как-то встроить. и каким образом обычно, ну вот если мы возьмем тремя, и на этом я закончу, перейдем к вопросам, подросток решает эти проблемы. То есть есть такая самая распространенная и поддерживаемая взрослыми тема высмеивания, то есть это начинается с кабрезной шутки, это начинается использование обесценивающей лексики, и тогда тема секса, она становится смешная. Таким образом подросток решает самое главное напряжение вокруг этого. Есть другой момент, есть так называемое аскетическое решение этого вопроса, когда подросток делает вывод, что эта тема низкая, грязная, и поэтому он или ее не касается, да, или выступает именно с этой позиции. Или последнее это такое интеллектуальное решение этой проблемы, когда подросток вот это взаимодействие для себя ну как бы позиционирует как неинтересно. Нет, у него есть другие интересы, и вот этими вопросами он не интересуется. Поэтому вот три таких самых распространенных подростковых ну как сказать формата, в котором они это воспринимают, о них важно знать, чтобы понимать с какой стороны ты подходишь к подростку. Вот, конечно же важно принять его взгляд, чтобы постепенно его развивать. Нельзя у подростка, который по каким-то принципам принял для себя аскетическую модель, что это ну там низко, грязно начать пропагандировать. Насильно да, да, пропагандировать, да, подходить либерально, начинать ему рассказывать о том, как это нормально, да, и естественно с такого захода здесь не получится. Давай перейдем к вопросам, я, просто тема, задача вначале было набросать вот эти какие-то ключевые понятия. Давай, вопросов много, понятно, что тема такая заряженная. вопрос от Ирины. Можно ли перекормить ребенка информацией, если дать больше, чем готов узнать и какие могут быть последствия? Если в советское время об этом вообще не говорили, то сейчас наоборот такое обилие информации, книг, атласов, чего угодно. Смотри, вот я бы сказал, чтобы можно запутать ребенка и можно запутать подростка. Вот перекормить это какое-то, ну, действительно связано с едой, да, значит, с другой стороны просто можно ли закормить, так обычно говорят взрослые, которые, ну, в общем-то, не очень-то хотят, и поэтому думаю, а может, зачем так много говорить, да, может быть, от этого будет вред? Нет. Вред случается не от того, что разговоров о сексе много, а из-за того, что путается. Например, я говорю, когда начинают спутываться разные этические вопросы, ребенок приходит с одним, а мы ему даем другой. То есть, он спрашивает, откуда я родился, а мы ему нехорошо, значит... Да, нехорошо спрашивать такие вопросы. Или я, откуда я появился, ну, там, ребенок, и мама берет и там, раскрывает книжку и начинает показывать конкретно, вот, да, половые органы. Хотя у ребенка... А вот яйцеклетка, а вот сперматозоид. Да, и он, какая яйцеклетка, какой сперматозоид, то вопрос, да, что, ты появился из меня. И вот здесь можно смотреть, да, это вот такое правильное, правильное разделение. И следующее, то есть запутать, а можно сказать, знаете, следующее, что вреда для ребенка не будет, что если вы будете говорить подробнее, ну, он просто это разделение не освоит, ничего страшного в этом не будет. Но оно должно быть действительно четкое, не запутанное, а прям вот как мы, психологи, подходим, ну, вот с точки зрения каких-то точных определений. Давайте еще раз, значит, физиология, этика, космогония, да? Да, значит, смотри, у нас, значит, есть физиология, космогония, психология, есть психология сексуальных отношений, вот как раз это вопрос взаимоотношений. Еще со мной бы неплохо разобраться во всем этом, знаешь, в этой службе. Да, да. Ну, и последнее, ну, и последнее мы сказали, это этический вопрос, когда мы уже вносим понятие, ну, этической нормы, хорошо об этом говорить, можно с кем-то об этом говорить. То есть, вначале родитель должен понять, еще раз мы возвращаемся к нашей схеме, откуда вопрос? Второе, что он должен сделать? Он должен понять, а насколько глубоко я хочу здесь дать ребенку. Здесь можно идти от него, как, знаешь, ты начинаешь от общего к частному, и как только у ребенка пропадает интерес, ты останавливаешься. Вот это очень хороший совет, чтобы не от частного к общему, ты начинаешь все перечислять, и ребенок запутан. Начинай от общего, чем мальчики отличаются от девочек. Если у ребенка возникает такой вопрос, то это действительно достаточно широкая тема. Я могу здесь в общем сказать, что они, например, могут отличаться во внешности, например, и начиная со вторичных половых признаков говорить, они отличаются в нашем обществе, они могут отличаться по определенным правилам поведения, и в семье, например, могут стать. Поэтому и дети от общего к частному, и как только увидите, что ребенок выключился, значит, пора останавливаться. Жанна, есть ли разница, ну, тут вопрос, который я задавала уже, какого пола родитель должен давать информацию о сексе, о сексуальном развитии, например, с девочками говорит мама, а с мальчиками папа, но я так понимаю, что это актуально только для разговоров про физиологию процесса. Нет, не только. Не только. Это, знаешь, больше всего касается не мальчики про мальчиков, а девочки про девочки, про девочек, а здесь касается мама про свою физиологию рассказывает, поэтому мама рассказывает дочери про свою физиологию. И, например, сыну она может про свою физиологию на своем примере. То есть, а папа на своем. И родители на своем общем. Вот о чем я говорил. Помнишь, у нас еще было разделение говорить в общем, говорить о своем опыте вообще, говорить о своем опыте с другим родителем и говорить конкретно о вопросе зачатия. Потому что это тоже своя тема. К маме можно обратиться как к женщине. И это и девочке, и мальчику важно услышать. Но мама может и сама на своем опыте рассказать. И вот тут, как правило, проблема заключается в том, что вроде и папа с мальчиком, мама с девочкой, но о своем они не говорят. А ребенка это может интересовать. Потому что непосредственно они никогда не уйдут от факта, что в результате, там, они могли быть любви, отношений, в результате сексуальных отношений и конкретного сексуального контакта был зачат этот ребенок. Тут интересно еще вопрос, собираются ли они, ну, там, говорить конкретно, когда это было. И вот здесь я считаю, что это как раз самый большой, один из самых таких больших ресурсов для родителей, что у них есть то, о чем никто никогда не сможет рассказать, потому что именно они двое это пережили. Это очень сложное и важное для ребенка, ну, действительно, это экзистенциальное переживание своего рождения. И поэтому вот с этой точки очень хорошо пытаться доносить этические, сложные вопросы до ребенка. Но просто родители это не используют. Они, можно сказать, все вместе, втроем пережили этот опыт. Стоит ли рассказывать мальчику про менструацию девочек, когда и как это лучше делать? Ну, во-первых, конечно же, стоит. Вот. И, ну, во-первых, опять, когда мы говорим, мы берем тему менструации, мы должны понять, какая там ситуация развития. То есть, если у этого ребенка сестры, нет сестер, то есть он сталкивается с этим, он не сталкивается. И поэтому это можно сказать, что в определенном возрасте мы опять можем разделить, что физиологический аспект, он как раз ребенку и в детском, и даже раннего возраста, и дошкольного может быть объяснен. Что там периодически у мамы, да, там, или у девочки идет кровь. И мама может сказать, что такое бывает, да, и связать эту тему, связанную с рождением. То есть, конечно, об этом надо говорить. Я не... Ну, опять же, это родители будут наговаривать. Ребенку этого будет достаточно, он не будет погружен, да, в переживание, да, вот того, что иногда менструация происходит. И вот здесь очень важно просто разделить, чтобы и девочки, и мальчики не пугались, да, что когда у нас, ну, там, кровотечение, оно иногда бывает опасное, да, там, не знаю, и не опасное. Вот здесь это можно сказать, что это не страшно, это не опасно. Потому что когда родители вот этого разделения не производят, то у ребенка, конечно же, кровь может ассоциироваться только с болью, со страхом и с опасностью. Хотя, ну, плохой какой-то пример, но, например, просто вот кровотечения с носа, которые бывают, они бывают иногда вообще не связаны ни с болью, ни с тем, а, ну, просто там, периодически, так как капилляры расположены, да, там что-то повышается. Поэтому это можно попытаться ребенку вначале объяснить, что это не обязательно страшно, плохо, и кто-то кого-то убил. И съел. Как он может подумать. И съел. Ну, в том числе. Часто слышу, что дети испытывают отвращение, когда узнают, что родители занимаются сексом. Просьте не говорить с ними об этом. Можете прокомментировать, почему так происходит? Ну, тут я могу сказать, что родители, дети, знаешь, как сейчас точно скажу, есть такое понятие в психологии защитных механизмов, то есть, каким образом, да, наша психика, наше сознание с нами взаимодействует, одним из элементов являются защитные механизмы. И проекция – это такой защитный механизм, который объясняет следующий момент. мы приписываем человеку чувства, которые испытываем сами. Так вот, отвращение у ребенка при разговоре о сексе может быть только воспринятое от родителей. Потому что… Только так и только так, никак иначе. Ну, потому что, смотри, отвращение… Подожди, ты рассказывал про подростков, которые могут выбрать позицию, что вообще вот это мне не интересует, и может быть, одна из версий, что вообще… Ну, просто, да, никто не говорил… А думать о том, что вот вы еще этим занимаетесь, господи, со мной в одной комнате, фу. Но, понимаешь, тут вот и есть вопрос, что с этим подростком, скорее всего, раньше разговоры не велись, потому что это… И когда он пытался интересоваться, это плохо, это нельзя. И он уже, к моменту этого разговора, он уже успел усвоить, что это плохо, что это неприлично. И, естественно, связать плохое и неприличное со своими родителями, он не хочет. Поэтому, ну, и опять я говорю, если мы говорим отвращение, это социальная эмоция, это эмоция, ну, такое, да, это эмоция стыда, и, конечно, она воспитывается. Мальчик не будет в шоке от того, что он увидит в мужской бане. Нет, он не будет в шоке, если, опять же, я говорю, понимаете, мы зависим от того, как мы готовим. То есть, если мы сами в шоке не будем, если у ребенка нормальное развитие, то есть, можно представить, да, что если, конечно, ребенка воспитывает только мама, и он никогда не был, например, со взрослым мужчиной, ну, там, где он не ходил с папой в баню, и никогда он не видел... Ну, хотя тоже, знаешь, я не думаю, что он будет в шоке, потому что мы все в саду помним опыт интересоваться половыми органами своих одногруппников. Это было нормой практически для всех, поэтому они это видели, так что... Я прям чувствую, что мой сын недополучает от того, что он не ходит в сад. Ну, на самом деле... Ну, да, мы же понимаем, что тогда родители... Это, кстати, хороший вопрос. Ты понимаешь, что если таким образом там ребенка в саду от сада мы отгораживаем, то надо понять, каким образом он осваивает то, что осваивают дети, у которых есть, хочется, знаешь, сказать, половые органы партнера под рукой, вот так сказать, знаешь, в детском саду. Ну, у меня есть ответ на твой вопрос. Лето в деревне это называется. Лето в деревне... А, это детский сад на выезде. Да. Хорошо. Я думаю, это прекрасное решение этой проблемы. Инна, у нас произошла история. Дочь шести лет сообщила, что няня трогала ее половые органы. Я видела чувство... Будь здорова. Что-то не так. Но у меня был шок, когда я это услышала. Но книги я читала ребенку на тему детской физиологии и детской энциклопедии. Вопрос. Как понять, какие последствия эта история может иметь? Ну, конечно, надо с ней на ней поговорить, нет? Ну, во-первых, да. Но смотри, мы тут сразу начинаем сталкиваться, что бывают же примеры, когда там те же дети из стероидного характера, манипулятивный, могут таким образом, да, наговаривать. И, возможно, ребенок сам интересовался своими половыми органами, няня решила убрать руки и... То есть тут нужно понять, что если есть доверие между родителем и няней, ну, это чувствуется, да, то нужно понимать, какие факты присутствуют. Во-вторых, няня это могла делать, когда, например, если она моет ребенка, подмывает ребенка, это тоже нормально. Здесь, я думаю, что родители начинают переживать по поводу того, что вопрос же еще психосексуального развития, он связан с опасностью тому, что ребенок подвержится сексуальному насилию со стороны взрослых. И вот как раз ради этого, можно сказать, и сексологи, и психологи детские, мы бьемся о том, что только ребенок, у которого есть адекватное понимание о сексе, о себе, о половых органах, об отношениях, да, он может быть защищен. Потому что, ведь, ну, не секрет, что насильники, что педофилы, они используют как раз незнание детей, страх их, стыд их, для того, чтобы использовать это в своих интересах. И возможность с самого начала вот этого психосексуального развития, воспитания того, что ребенок с самого начала говорит «нет», я не хочу об этом говорить, не трогай, например, меня, он начинается, конечно же, гораздо раньше, чем мы говорим о вопросах секса. что если у нас нет уважения к целостности, ну, да, к целостности тела ребенка, что каждый может подойти, его может наказать, что взрослый не церемонится с его личными вещами, что у него нет там своего места, то действительно такому ребенку будет сложно защитить себя в ситуации, когда на него взрослый начинает давить и манипулировать. Поэтому... поговорить об этом как-то можно с ребенком, что там поим половым органам имеют доступ только там родители, не знаю, врач, в разных случаях, ну, и то, как бы, да? Ну, ты знаешь, ты сейчас немножко начинаешь, конечно, не так говорить, что... Я не знаю, как об этом говорить, да, мы... Ну, смотри, я же с ребенком могу договорить, я могу спросить именно в моменты такого наибольшего доверия, я могу спросить, если у меня появляются подозрения, а трогал его здесь кто-то или не трогал, спрашивал... Нет, а вот так предвосхитить, вообще предвосхитить эту ситуацию. Согласна. Ну, то есть, смотри, я, например, могу уже, вот если мы построим этот разговор, ну, представим, этот разговор, я могу спросить с ребенком, а где она тебя трогала? А тебе страшно было? А тебе не страшно, да? А ты испугалась? Не испугалась. И вот как раз здесь одним из самых важных будет принятие родителя, принятие родителем ребенка, что ты не с выпученными глазами, с пятнами на лице начинаешь говорить ребенку, что? Кто? Кто? А ты начинаешь достаточно, ну, там, спокойно об этом говорить. Именно поэтому здесь, возможно, требуется родителю подготовка к такому разговору. Если для него эта тема достаточно такая, для самого непростого. Поэтому, ну, если мы советы какие-то пишем, мы можем сказать, что к разговорам с ребенком о сексе родители должны сами подготовиться и, с одной стороны, эмоционально, чтобы не вести себя по-детски, это неадекватная хихика или, наоборот, с пафосом, да, с каким-то гневом или с осуждением или со стыдом, говоря об этом. То есть здесь такой хороший вопрос, мы сейчас с тобой затронули, что мы можем говорить, а с каким настроением мы можем говорить? Мы можем говорить с симпатией, мы можем говорить с любовью, когда это там два родителя говорят. Мы можем говорить с интересом, да, делясь своим опытом. Мы можем говорить серьезно, когда мы касаемся вопросов безопасности, да. Но вот здесь очень важно понимать, что единственное, что не должно быть в сексуальном, в разговорах о сексе с ребенком, это вот этого менторского тона, с которым говорят, знаете, депутаты Государственной Думы, я бы вот так бы сказал, понимаете, вот с таким разговором, ну, естественно, как Елену Малышеву тоже, я бы так не стал говорить, потому что вот это хороший способ, как травмировать ребенка, потому что он абсолютно, знаете, такой безличностный, как будто мы рассказываем об устройстве соковыжималки. Но это не соковыжималка. Я думаю, что сейчас самый хороший момент поставить многоточие в нашем разговоре. Мы нашли, мне кажется, еще одну важную тему, разговоры именно про сексуальную безопасность, потому что это отдельный, тоже очень важный фигмент. Ты знаешь, я думаю, что вот я просто, когда изучал эту тему, чтобы закончить, мы можем, знаешь, как еще продолжить. Если, в принципе, все вопросы, ну, все разделить бы на две темы, то есть тема разговоров с детьми, и она вот достаточно прост, ну, она более проста для родителей. Есть в книжках, достаточно хорошо написано, там не так много своего примера надо проводить, там можно говорить в общем, да, там мы говорим про появление ребенка, но вот как раз разговоры с подростками, особенно с предподростковым возрастом, являются самой болезненной темой, да, это вот, если мы будем говорить, это возраст уже начиная, ну, там, лет с 11, и вот мы отдельно можем вот посвятить разговор вот именно этой возрастной группе, как с подростками говорить, или как с предподростками говорить, и в ней, естественно, будет тема, как донести вопрос безопасности, безопасности в этом вопросе. Можно подготовиться, если будет это интересно родителям, если будут отзывы, то я с удовольствием, ну, там, посвечу. В конце я передам, что для всех родителей, ну, там, я рекомендую, если кто, ну, на русском языке у нас все-таки, ну, там, по крайней мере, работы Игоря Семеновича Кона, да, который сексолог, одного из самых первых, мы счастливы вас быть на его лекциях у нас в МГУ, вот, то его, они представлены в интернете, там, по крайней мере, есть фактологическая база, которая, знаете, это книги, они помогают не говорить с подростком, они помогают самому взрослому-то разобраться, что у него происходит. Вот, но о книгах, да, я уже, как бы, говорил, мы просто их можем там продублировать, и в следующем разговоре мы можем осветить. Вот так. Спасибо большое, Андрей Матвеев, психолог, специалист в том числе по подросткам. Спасибо большое, говорили сегодня о том, как говорить с детьми о сексе. Если вы не успели к началу разговора, можно подписаться, получить записи подкаста к себе в почту и анонсы наших следующих встреч. И, кстати, у меня же грандиозный анонс, мы через неделю встречаемся в прямом эфире с новозеландским психологом Найджелом Лапта. Он как раз тоже специалист по подросткам, про то, как выжить в семье с подростком, про сынологи у него, книжка есть, про то, как мамам воспитывать подростков. А вот у нас будет прямой эфир с Новой Зеландией. Всем счастливо. Спасибо, Андрей. До свидания. Больше подкастов на сайте Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова